Здравствуйте! Вы смотрите первую в 2016 году программу «Деньги. Тактика», поэтому записывайте ее на ваши видеомагнитофоны. Через год проверим, оправдаются ли сегодняшние прогнозы, рекомендации аналитиков. Меня зовут Константин Бочкарев. Здравствуйте! Я вам с радостью представляю экспертов, которые участвуют сегодня в нашей программе. Итак, с нами сегодня Александр Бутманов, управляющий партнером Dream Team Investments. Всегда приятно Александра видеть. У него всегда оригинальные идеи, в которых не так просто разобраться. Сегодня мы с ним поговорим о китайском юане и казахском тинге. Зачем ему это все сдалось? А также из культурной столицы с нами сегодня Олег Пунцев, руководитель региональной сети компании «Атон». И я приветствую Егорова Александра, аналитика компании «Телетрейд». Надеюсь, не скучные рекомендации по рынку «Форекс» сегодня. Господа, здравствуйте! Тема этой недели и прошлой – это, конечно же, Китай, девальвация, ослабление китайского юаня, хотя в последние три дня он стабилен. Китайский рынок акций сегодня вроде даже подрос в пределах полупроцента. Мы не можем игнорировать эту тему. Она влияет на сырье и на мировые финансовые рынки, и на инвестиции в текущем 2016 году. Поэтому, эксперты, пойду я по-другому немножко к сценарию сейчас. Я хотел просто первый вопрос вам задать. Что вы думаете про ситуацию в Китае? Насколько она опасна в частности для российского рынка акций? Какие она последствия несет? Вот этот первый вопрос мой адресован непосредственно Олегу, который находится сейчас в Санкт-Петербурге. Что для вас, Китай? Да, добрый день еще раз. Естественно, у инвесторов в российские акции на российском фондовом рынке возникают опасения, когда мы видим серьезные падения китайского фондового рынка, когда мы видим дестабилизацию. Прямой связи, на мой взгляд, нет, но в обстановке общей нервозности, конечно, нам приходится ждать реакции на российском рынке в ответ на, прежде всего, падение китайского рынка. Спасибо. Александра Егорова хочу спросить, будет ли мировая рецессия из-за озвученных проблем в Китае, и как слабость юания влияет на рынок Форекс? Кто выигрывает, кто проигрывает? Да, добрый день еще раз. Значит, смотрите, все-таки Китай сейчас это прокси на мировую экономику. Любые проблемы, происходящие в Китае, отражаются в целом на ситуации в мире. Но, естественно, здесь мы тоже в стороне не остаемся. Поэтому, я так думаю, что то, что происходит в Китае, и будет отражаться и на российском рынке, и на рынке Форекс. На рынке Форекс, скорее всего, усиление американского доллара будет сказываться на том, что валюты развивающихся стран будут находиться под давлением. Спасибо. Спасибо. И, собственно, тему китайского юания мы затронули. Китая. Я уже обращаюсь к Александру Бутманову. Александр, итак, вот в контексте событий в Китае вы предлагаете покупать пару доллар против юаня, то есть ставить на ослабление китайской валюты. Вот прежде чем мы эту историю обсудим, несколько таких теоретических вопросов, потому что история с Китаем, с юанем, она новая. Поэтому тут буквально можно брать тетрадки и записывать. Александр, вот буквально небольшой ликбез. Первый вопрос. Чем китайский юань, который торгуется в Гонконге, отличается от того, который торгуется на материке? И о чем говорит спред между двумя валютами? Если очень кратко, то допуском игроков на один, на один, на один сектор, на другой. По факту, локальным банкам не очень заказана дорога на офшор, а офшорных игроков не очень допускают на локальный рынок, потому что иначе они бы произвели скупку бумаг дешево. В основном это изначально появилось из-за рынка акций, поскольку они боялись, что скупят у населения некоторые национальные компании, как у нас было в 90-х, и они разделили по факту сегменты. Если очень кратко, то уровнем допуска игроков. Аншорный он для местных, а офшорный, естественно, он через Гонконг для западных в том числе. Александр, расскажите, пожалуйста, что такое фиксинг от Народного банка Китая, и как вообще определяется курс юаник-доллару, который китайцы каждое утро, по-моему, чуть ли не в 5 утра озвучивают? Ну, то же самое. В принципе, аналог того, что происходит у нас. На торгах происходит средневзвешенное обозначение курса к доллару и к другим основным валютам, и этот фиксинг тоже у них учитывается для внешнеторговых операций. В принципе, на самом деле, экономика в этом плане их близка, очень похожа на то, что у нас. Фиксинг – это цена, которую используют для официальных расчетов физические и юридические лица после того, как этот фиксинг был зафиксирован на торгах. Вот и все. Отлично. Александр, а как тогда будем зарабатывать на юане, и можно ли сказать, что пара доллар-юаня – такой новый индикатор аппетита к риску, в том числе в текущем 2016 году? Я интересно. Интересно, вы зашли. Я не уверен, что это будет более четкий индикатор, чем классическая иена-доллар или чем неоклассический евро-доллар. Но в целом, да, это любопытно. Не соглашусь, что это прямо явный индикатор риска аппетита, поскольку есть очень большие… Ну, как бы, китайская экономика, она не совсем рыночная все еще, поэтому большой игрок в виде государства, наверное, не позволит этому индикатору риска аппетита быть чистым, поэтому на него впрямую смотреть не стоит. А зарабатывать будем очень просто. Как мы и обсуждали, и вы в утреннем эфире говорили, что офшорный и аншорный юань к доллару практически сравнялись. Но это случилось, опять же, потому что китайское правительство производило интервенции, в том числе и на офшорном юане, и по факту его укрепило до уровня ниже, чем 6.6, 6.58. Я предлагаю покупать доллар против юаня в офшоре, то есть по 6.58, если дадут, или даже по 6.6 не боятся покупать, с целью 7 на первое плечо. Как только дойдет, если дойдет до 6.4, добавлять второе или третье плечо, в зависимости от риска аппетита. И, к сожалению, нужно эвакуироваться, если снова револьвирует юань на 6.3. 6.3. Туда мы ставим стоп-лосс. Интересная история. До какого уровня в этом году пара доллар-юань может вырасти? Вот на наш взгляд, какой потенциал ослабления юаня? Не хочу повторяться за большими западными именами, но, в принципе, их консервативное ожидание, что юань может ослабнуть на 10-20%, мне очень близки. Мне кажется, долговая нагрузка в Китае настолько огромна, и там не закладывались политические риски, еще CDS не поехали. То есть очень много историй еще не сыграно. Поэтому юань легко может перешагнуть 7,5 к доллару в офшоре. Если честно, вот я смотрю по глазам Александра Егорова и Олега, вот, скажем так, а пока в таком пессимистичном сценарии многие, мне кажется, не думают. Но если он реализуется, если действительно выше 7 будет доллар-юань, там 7,5, мне кажется, это стресс и своеобразный черный лебедь в этом году, но об этом еще поговорим. Кстати, я кратко, в этой студии вашего покорного слугу закидывали помидорами, когда я призывал брать по 49 долларов. Ну, мир меняется, что. Александр, я вижу, вы сегодня подготовились, может быть, даже зарядку с утра сделали. Александр, хотел спросить про вашу вторую идею. Ставку на то, что нефть в Тенге будет дешеветь, как я понимаю. Это интересная история, там можно только на свопах, на кэре заработать 50% годовых. Объясните, вот, буквально по слогам, что это за история и что такое кэре, в том числе для простых людей, как я. Смотрите, для непростых людей, как вы, я объясняю. Дело в том, что есть популярная в России сейчас стратегия-индикатор, это бочка нефти в рублях. Она когда-то считалась, должна была быть 3 400, и сейчас она там ниже 2 400. Пока этот индикатор и эта котировка бочки в рублях съехала вниз, те, кто эту бочку в рублях продал, а продать ее могли путем продажи нефти, например, бренд, и путем продажи пары доллар-рубль. Вот продав этот синтетический инструмент, вы заработали по самому телу, пока он падал, но игра не об этом. Дело в том, что продавая доллар-рубль и продавая бренд, вы получаете так называемое, ну, в данном случае бренд получаете контанго, поскольку фьючерсы дороже, чем спот, и продавая, например, на валютном рынке или даже на фьючерсном доллар-рубль, вы получаете также своп-разницу или, если на фьючерсном рынке, контанго. То есть вы продаете будущую стоимость нефти и будущую стоимость доллара. И та, и другая стоимость приносит вам доход, если, в любом случае, она приносит вам доход. Этот доход должен быть больше, чем тот потенциальный убыток, который вы можете потерпеть, если одновременно произойдет рост, например, и нефти, и доллар-рубля, что принесло бы убыток, если вы на это ставите. О чем вся эта история? Сейчас глобальные дома очень здорово закеретрейдили, то есть они зафондировались в дешевых валютах, в таких, как доллар, иены и евро все еще. И зашли в дорогой кэрри и затолкали бочку вниз. То есть сейчас они получили, вот эти ребята, которые играли с начала декабря прошлого года в бочку, она была там выше 3,600, они получили по телу 20-30%, плюс еще 50 годовых, зарабатывая кэрри по будущему, по продаже будущего доллара и по продаже будущей нефти. Вот я предлагаю эту историю повторить в казахской бочке. То есть я предлагаю продать упавшую очень сильно и опасно нефть, и предлагаю продать американский доллар против тенге. То есть получить своп-разницу, это можно сделать через валютный рынок, правда не так просто, как с рублем, но все равно можно. Получив своп-разницу от разных процентных ставок по доллару и по тенге. То есть вы получите прибыль по тому, что продадите будущую бочку раз, и получите прибыль по тому, что продадите доллар против тенге два. Это не безрисковая операция, но она может вам дать... Александр, исчерпывающе, вот вы сейчас были убедительнее даже более, чем Кашпировский. Я думаю, у нас сейчас такой некоторый экзистенальный нокдаун, но история очень интересная, в принципе аналогичная. Может быть, кому-то даже придется пересмотреть этот эфир не ради меня, а ради Александра Бутманова. Олег, какая история вам понравилась и не понравилась из тех, что Александр только что озвучил? Во что вы готовы играть? Какие риски вы видите? Что не учел ваш коллега, где он может поймать коварный рынок? Мне кажется, что казахстанские тенге – это та валюта, которую достаточно сложно использовать в инвестициях, особенно непрофессиональным участникам рынка. И вот эта конструкция, она, на мой взгляд, безусловно, имеет смысл, но, во-первых, не так-то просто реализовать. А, во-вторых, действительно несет за собой достаточно высокие риски. Спасибо. А хочу Александра Егорова спросить, если доллар к юаню будет 7,5, вот что у нас случится раньше? Мировая рецессия, либо такой медвежий тренд будет в рисковых активах. Что мы закроем тогда, не знаю, биржу? Ну, вы знаете, да. То есть сейчас такие времена, что всякий может стать садником апокалипсиса. Доллар к юаню где-то по 7,5. Это, конечно, очень интересная история. Я думаю, что в этом случае... Понимаю. В общем, что только не используют эксперты, чтобы уйти от ответа. Но история Александра все равно мне понравилась. Юанем мы в тренде. Да, юань сейчас одни из ключевых индикаторов для финансовых рынков. Олег, уже обращаясь к вам, с вашим коллегой Ярослав Потиваткин. Мы виделись, общались 24 ноября. Он был настроен оптимистично. Вообще в компании АТОН были настроены оптимистично по российскому рынку акций. Но буквально через несколько часов после нашего эфира Турция сбила российский бомбардировщик Су-24. После этого отношение к российскому рынку акций в корне изменилось. То есть очередь из иностранных инвесторов испарилась. Плюс цены на нефть начали снижаться. В общем, мир стал совершенно другим. Сейчас ваше отношение к российскому рынку акций даже просто без бумаг, Олег, на этот год. Что вы ждете? Нейтральный взгляд, бычьи? Какие цели? Если говорить в целом про российский рынок акций, то в 2016 году, видимо, если вот так вот в широком смысле, он продолжит стагнировать. И, наверное, интерес к нему по-прежнему будет невысок. Хотя появляются рекомендации крупных западных домов, российских домов о том, что на российском рынке может начаться какой-то подъем. Пока для того, чтобы поверить в эти рекомендации, нужно быть действительно очень серьезным оптимистом. Хорошо, Олег, разобрались, что все очень непросто. Куда инвестируем? Почему и как нужно выбирать сейчас акции? Куда инвестируем? Ну, среди ликвидных имен, а их осталось буквально десяток, я предлагаю выбирать те компании, где, в первую очередь, хорошее корпоративное управление, дальше здоровый бизнес, несмотря на все сложности в российской экономике, третье – это должна быть дивидендная доходность, сравнимая со ставками по депозитам, ну и четвертое – эти акции должны быть, ну там, я не знаю, не в падающем тренде. Если посмотреть на то, где можно все четыре показателя увидеть, то, на мой взгляд, это ФосАгро, компания ФосАгро и акции Московской биржи. Вот два варианта на выбор, хотя можно рассматривать также и Новотек, и Норильский никель, но вот я предпочитаю ФосАгро и Московскую биржу. Хорошо, Олег, мы сейчас посмотрим на технический анализ по ФосАгро по Московской бирже, потому что, действительно, и по первой, и по второй бумаге мы видим устойчивый восходящий тренд, как и по паре доллар-юань. И здесь, кстати, если так посмотреть, наверное, ну, одни из самых сильных бумаг за прошедший год. Начнем мы, пожалуй, как раз с ФосАгро. Здесь дивидендная история, по всей видимости. Тренд восходящий, но вот, как я понимаю, Олег все-таки предлагает покупать бумагу по 2700 рублей, то есть надо дождаться ее снижения или коррекции. Интересно, почему он ждет, что она будет дешевле. ФосАгро торгуется выше сотого, двухсотневного, скользящего среднего, в общем, восходящая тенденция. Московская биржа, похожая ситуация, но по Московской бирже здесь еще консолидация. Коридор последних недель, месяцев, это так, ну, 85 на 95, тоже мы выше сотого, двухсотневного, скользящего среднего. Олег, коротко, почему вы считаете, что акции нужно брать в Московской бирже не сейчас, а по 90 рублей? И, соответственно, почему вы считаете, что ФосАгро надо брать не на текущих уровнях и несколько дешевле? И на чем акции могут просесть, чтобы появится возможность их прикупить? Почему не сейчас, а несколько ниже? Прежде всего потому, что в моменте мы видим нервный рынок, который отыгрывает ситуацию в Китае и в Америке. И я полагаю, что будет возможность купить несколько дешевле. И уровни обозначены те, которые от текущих значений процентов на 3, на 5 пониже. Ну, то есть вероятность купить акцию там, где я обозначил, на мой взгляд, достаточно высока. Спасибо. К Александру Бутманову обращаюсь. Александр, у вас сейчас есть возможность отыграться на Олеге, который критиковал ваши рекомендации. Что вы думаете про ФосАгро, Московскую биржу? Вообще, есть ли у вас российские акции или 50% кэри? Это уже фантастика и не нужны никакие акции. Ну, это фантастика. И, в принципе, сейчас время акций, наверное, российских все еще не наступило. Хотя пару лет назад мне казалось, что вот-вот отпустит, но там добавилось жару потом. А по поводу рекомендаций Олега, в целом, нелогично. Он советует бумаги, которые генерят поток на коллапсе. Это бумаги биржи, в том числе, это квазибанк, который очень устойчивый, за который, по факту, биржа, за который ручалось государство. Поэтому, наверное, достаточно устойчиво. А также ФосАгро – нормальная бумага. В целом, она есть в портфеле у наших коллег и инвесторов. Я тоже ее советовал, когда она была пониже существенно. Нормальная рекомендация. Основание то, что даже экспортирующие бумаги дадут, бумаги тех компаний, кто производит экспорт, дадут пониже, есть, поскольку будет паника. У нас еще ОФЗшки не поехали. Хорошо, понимаю, в общем, поругаться парировать особо не получится. Ну, я бы хотел, но сейчас в данном случае не могу. В следующий раз, Александр, не переживайте. В следующий раз уже к Александру Егорову я обращаюсь. Александр, зажгите ваши рекомендации по рынку Форекс. Ну, вы знаете как. В общем-то, на текущий момент, с моей точки зрения, есть интересные перспективы у иены. То есть, пара доллар-иена обладает достаточно серьезным потенциалом для дальнейшего падения. С одной стороны, пересматриваются парадигмы, связанные с дифференциалом монетарных политик ФРС и Банка Японии. Банк Японии уже не однажды заявлял о том, что, скорее всего, увеличения стимулов не будет. Ну, и как показывают статистические данные, наращивание денежной массы в отношении КВВП не приводит к заметному смещению в инфляции. Поэтому, скорее всего, методы стимулирования сместятся в налогово-бюджетную сферу. Монетарное стимулирование сохранится на текущем уровне. Плюс предстоящие репатрационные потоки в связи с окончанием финансового года в Японии в конце первого квартала. И к тому же надо учитывать тот момент, что иена пользуется спросом именно как валюта-убежище. Поэтому, если говорить о каких-то текущих тактических решениях, то я предполагаю в базовом сценарии подождаться некоторой коррекции в диапазон 118-119. И оттуда открывать короткие позиции в паре доллар-японская иена с расчетом на 116-115. Это, как я уже сказал, в крокосрочной перспективе. А в случае, если все-таки импульсное усиление иены продолжится, то есть снижение доллара против иены, то тогда уже на пробое 116-175 с расчетом на 115. Это, так скажем, первый шаг в стратегии на текущий год по японской иене. Давайте про австралийский доллар сразу и технический анализ на Александре покажите, пожалуйста. Австралийский доллар достаточно заметно упал. И, скорее всего, перспективы дальнейшего снижения у него сохраняются. К тому же текущая экономическая ситуация, в том числе в Китае, в основном торговом партнере Австралии, говорит о том, что не исключено дальнейшее снижение процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии. Но при этом я предполагаю, что на, предположим, в горизонте 10 дней есть вероятность коррекции, так как уже достаточно заметная накопленная перепроданность может реализоваться в фиксации прибыли. Ну и к тому же, вы знаете, прогнозы по нефти, которые теперь уже перерастают в надежды просто, потому что район 30, уже все говорят, хорошо бы, чтобы была коррекция, так скажем, осторожно прогнозируя дальнейшие перспективы. В случае реализации этого сценария у австралийского доллара есть некоторый шанс на рост, поэтому через отложенные ордера выше уровня 0,70-0,45 можно прикупить с расчетом на 100-150 пунктов коррекции. Спасибо, господа, с вами было интересно. Егоров Александр, Телетрейд, Олег Пунтусов, АТО, и Александр Бутманов, Dream Team Investments. Смотрите нас и не забывайте про риски. До встречи.